При жизни Нина Матяш любила, когда возле нее собирается много людей. Она привлекала своим волевым характером, искренностью, добротой и щедростью. Те, кого она собирала вместе при жизни, и сейчас рады встрече друг с другом. 17 октября все, кем дорожила Нина Матяш, собрались на презентации новой книги поэтессы «Горнусь от душою до слова». Также Нина Матяш принадлежит 13 поэтических сборников, несколько книг, пьес для детей и телесценарии. Она переводилась с немецкого, французского, польского, украинского языков. Нина Матяш была вельми разумной, утренновитой женщиной. Мы в этой книге изместили зея рукописов, працывали только с рукописами, потому что многое надруковало. У газетах, часописах, периодыцы, але мы працывали с рукописами. У нас нема некой вины, потому что працывали с рукописами, зея литрками, зея помарочками, зея зусим. Але она тут вспоминая Владимира Колесника. И тут да я прадмову, да книги, песни зберозы Гавролюка, про которых все забылись. Про гэты боль, про эти эстраты, про эту угоры, что отбывалось. Тут есть и кавалок прозы Гавролюка. Тут есть кавалочка зея эссе, але найперше, это сборник украинской поэсии. Нину Матяш вспоминают как человека добрейшей души. В ее дом приходили старые и молодые, бедные, богатые, злые и добрые. Со всеми она находила общий язык, всех могла поддержать. Она умела слушать других и сама говорит так, чтобы ее могли услышать. Соответственно, и писала так, чтобы было интересно читать. И при дежурбах, не меркуешь, что я е, ты развеешь гульбой веселостью. За шумливым святочным столом, где твои пьют и гуляют все брыя гамости. Не иди у хора, где музыка хватит когучить, где танцуют веселые пары. Нина Матяш очень много трудилась. Тому подтверждение ее черновики, в которых она до последних дней своей жизни делала записи о литературных исследованиях. Она была незвычайным человеком, вельми мощным духом. Так склався ей лес, что большую часть своего життя она была прикована до воска. Але она была завсюду в руку и смогла побывать. И в многих краинах света, ну, ответственно, празд слова, празд перостворение из инших мов, и она дозволила белорусскому читачу налучиться до шедевров европейской поэзии. И сегодня ее пероклады складают такую вельми каштовную частку уже белорусской литературы. Вот эта книжка, которая вышла «Горнусь душою до слов», это только невеличкая часточка ее перокладов. Это пероклады только украинской поэзии. На днях поэтессе исполнилось бы 70 лет. Она прожила достойную, хоть и трудную жизнь. Они не мотяж с восхищением, говорят те, кто знал ее при жизни, будут говорить и те, кто познакомится с ее творчеством спустя много лет. Ведь в книгах автор живет вечно.